Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов с рабочей поездкой побывал в Казани, где принял участие в форуме выставки «Дорога-2022» и заседании комиссии Госсовета России по направлению транспорта. В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин, помощник президента России Игорь Левитин и другие. На составшейся встрече с участием глав российских субъектов и Татарстана Рустамом Минихановым обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами, увеличение объемов экономического партнерства, а также укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере. В Казани получают образование сотни студентов из Карачаев-Чикеси, которые возвращаются в республику высококлассными специалистами. Я искренне благодарен Рустаму Миниханову за братское отношение к нашей республике. Постоянное расширение формата сотрудничества между нашими регионами написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Орденом мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, награжден наш земляк сержант Азамат Салпагаров. Он родился в 1998 году, закончил Северокавказскую государственную академию, служил по призыву. В зону СВО отправился добровольцем в должности разведчика-дальномерщика взвода самоходной артиллерийской батареи. Соболезнования родным и близким героям. Советы первичных ветеранских организаций у Жигутинского и Малокарачаевского районов собрали теплые вещи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Ветераны органов внутренних дел и неравнодушные жители республики внесли вклад в общее дело. В течение нескольких дней был организован сбор теплых вещей. Общими усилиями удалось собрать для отправки более 400 пар вязаных носков, 30 комплектов термобелья и 100 вязаных шапок. В ближайшие дни груз будет отправлен на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по поручению руководителя региона в зону проведения специальной военной операции отправились два особенных автомобиля. Один из них бронирован, у другого усиленная рама и установлены специальные шины для езды по бездорожью, комментирует заместитель начальника мобилизационного управления администрации главы Карачаев-Черкесии Артур Аганов. По поручению главы Карачаев-Черкесской республики Рашиду Борисовичу Тимрезову осуществляется имущественное и материально-техническое обеспечение лиц, призванных по частичной мобилизации и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Сегодня мы передаем нашим военнослужащим автомобили и технические средства разведки, которые были приобретены республикой в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения боевых задач. Мероприятие по укомплектованию наших военнослужащих осуществляется на постоянной основе и является приоритетной для всех органов власти. В республике продолжается и активная поддержка семей мобилизованных. Работы по оказанию адресной помощи близким резервистов развернуты абсолютно в каждом муниципальном образовании региона. Не исключение и Адыгихабльский район. Слово первому заместителю главы администрации Мухтару Астежеву. Сейчас мы изучаем порядок, во-первых, кредитной организации, в которых получены займы, и порядок направления заявлений заемщика о предоставлении кредитных каникул. Что касается водоснабжения, то сегодня водоснабжающие организации производят расчеты, технические условия. В ближайшее время максимум в течение до 10 дней водопровод будет в обе семьи проведен. Жители Карачаево-Черкесии могут получить бесплатную консультацию по частичной мобилизации в Государственном республиканском юридическом бюро, обратившись по номеру горячей линии 122 или непосредственно в юрбюро по адресу Черкеск, Красноармейская, 33, или же по номеру 8, 878-2-28-0056. Напомним, Республиканское государственное юридическое бюро оказывает бесплатную юридическую помощь на территории Карачаево-Черкесии с июня 2013 года. В регионе продолжает работу республиканский штаб по частичной мобилизации и оказанию централизованной помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. В него входят члены правительства, главы городов и районов, общественные организации, политические партии, организации различных форм собственности и предприятия. Так, в компании «Кавказ Цемент» действует программа «Своих ребят не бросаем», направленная на организацию мобилизационных действий и поддержку сотрудников. В рамках этой программы завод оказывает всестороннюю поддержку всем сотрудникам. В частности, каждому мобилизованному гарантировано соблюдение при мобилизационных действиях всех правовых, финансовых, социальных и иных норм, определяемых законодательством страны. За каждым ушедшим служить в рамках частичной мобилизации сотрудникам сохраняется его рабочее место. Трудовой договор не расторгается, а только приостанавливается действие на период службы. Производится выплата заработной платы за отработанное время с учетом постоянных и переменных составляющих и разовая материальная помощь в размере двухнедельного среднего заработка работника. Кроме того, в течение двух месяцев со дня мобилизации сотрудникам будет обеспечена выплата средней заработной платы. Предприятие безвозмездно снабжает мобилизованных сотрудников зимним и летним комплектами одежды дополнительными теплыми вещами. Председатель правительства Республики Мурат Аргунов провел встречу с жителями региона, в ходе которой был принят ряд решений. В частности, в Узжигуте появится модельная библиотека. С просьбой о ее создании обратилась жительница района Юлия Щербакова, работник культуры. В рамках национального проекта «Культура» в Министерство культуры страны отправлено три заявки, в том числе по созданию модельной библиотеки в Узжигутинском районе, которая прошла конкурсный отбор. Уже в декабре следующего года модернизированное библиотечное пространство начнет свою работу. Кроме того, принято решение о предоставлении ветерану боевых действий субсидий для улучшения жилищных условий. С просьбой об оказании помощи обратился Мурадин Байкулов, участник боевых действий в Афганистане. А на автомобильной дороге по улице Зои Космодемянская, Черкеска, будет проведен ремонт. В своем обращении жительница Черкеска Супията Акбаева попросила обратить внимание на территориальный участок дороги от улицы Октябрьской до улицы Панченко, в том числе на тротуары. Данный отрезок дороги будет внесен в план на следующий год. Вместе с тем, принято решение о строительстве многофункциональной спортивной площадки в Правокубанском. По распоряжению мэрии Черкеска в республиканском центре 17 октября начинаются отопительные сезоны в многоквартирных домах. Подключение будет проводиться поэтапно в течение недели. Всего на территории города находятся более 600 многоквартирных домов. Жильцам многоэтажек, где нет муниципального жилья, для урегулирования вопросов подачи тепла в дома необходимо держать связь с управляющими организациями. Напомним, 10 октября к отоплению первыми были подключены детские сады, общеобразовательные организации и учреждения здравоохранения. Региональные власти за последние три года направили 75 миллионов рублей на субсидии для свеклопроизводителей. Ожидается, что урожайность сахарной свеклы в Карачао-Черкесе в этом году вырастет на 10% благодаря проведению агротехнических работ. Хозяйство республики планирует собрать в эту уборочную компанию 200 тысяч тонн корнеплода. Напомним, сахарная свекла в этом году была засеяна на площади 4900 гектаров. На Карачао-Черкесию приходится до 15% от посевных площадей сахарной свеклы Северокавказского федерального округа. Выделяемые субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7000 гектаров и производить около 260 тысяч тонн сырья в год. Один из крупнейших производителей цемента на юге России, Кавказ Цемент, демонстрирует новые рекорды. За 9 месяцев этого года завод произвел и отгрузил почти 1 миллион 400 тысяч тонн цемента. Таких объемов производства предприятие в последний раз достигало 8 лет назад. Завод уверенно демонстрирует положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства составил 25%. В России стабильно растет производство тепличных овощей и зеленых культур. С начала этого года в защищенном грунте выращено уже более 1 миллиона 200 тысяч тонн, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами в этом сегменте являются Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская и Белгородская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карачао-Чекесь, Ататарстан и Башкортостан. На развитие овощеводства закрытого грунта направлен комплекс мер господдержки. В частности, для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и стимулирующие субсидии. Кроме того, с этого года действует механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. Благоустройство парка вблизи РТ и Черкеска близится к завершению. Напомним, реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». В результате здесь появятся новые скамейки, фонари и урны. Будут проложены пешеходные дорожки из красивой плитки и палубной доски, которые свяжут прилегающую к фонтану территорию с детской и спортивной площадками, оборудованными ранее. Этот парк, который горожане называют родина, как и другие общественные территории города, предназначен для семейного отдыха, а значит, здесь должно быть светло и безопасно. В дальнейшем необходимо позаботиться о ярком современном освещении и установке камер видеонаблюдения. Парк обустраивался в четыре этапа. Сегодня на объекте работы выполнены на 85%. Рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки и резинового покрытия на велодорожках. Кроме того, в парке собираются дополнительно установить 40 фонарей и высадить деревья и цветы. Информацию комментирует Руслан Джукаев, ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска. В рамках формирования комфортной городской среды мы благоустраиваем парк РТИ. Было проведено три этапа работ. Это и фонтан, и дорожки, и велосипедные дорожки. То есть все этапы мы ранее уже освещали, говорили. На данный момент идет работа по завершению четвертого этапа. Это получается у нас обустройство пешеходных дорожек. То есть мы кладем плитку. И также будет построен общественный санузел, который здесь по обратной связи от граждан города Черкеска был необходим. То есть на данный момент мы завершаем эти виды работы. В курортном поселке Домбай появится новый туристский информационный центр. Его создание стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства страны и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Главной целью реализуемого проекта станет создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и т.д. Архейз в десятке популярных направлений лечебного отдыха на осенние каникулы. Российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru выявил, куда можно поехать на ноябрьские праздники, отдохнуть и подлечиться. Больше всего россиян отправляются в конце октября, начале ноября на курорты Карачао-Черкесии, Кавказских минеральных вод, Горячий ключ и Сочи, а также на курорты Балтийского моря, термальные источники Тюмени, Камчатского и Алтайского краев. Данные представлены на основании бронирования жилья туристами с 28 октября по 6 ноября текущего года. В Усть-Джигуте появилась мечеть для путников. Новый духовный комплекс, способный принять одновременно до сотни верующих, открылся для жителей и гостей Карачао-Черкесии. Мечеть имени Таулана Хаджи Барлакова выросла в месте, где до этого поблизости не было даже молильных комнат. Однако теперь путники, оказавшиеся в дороге, могут совершать обязательную молитву в комфортных условиях. Южное главное управление Банка России при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности проводит в регионах Юга и Северного Кавказа неделю киберграмотности 2022. Вебинары и интерактивы проходят для детей и их родителей, студентов и людей серебряного возраста, а также для всех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников. Подробности у Дмитрия Мещерякова, управляющего отделением Банка России по Карачао-Черкесии. Неделю киберграмотности открывает челлендж киберграмотно в социальной сети ВКонтакте и чемпионат финансовой безопасности. Затем в течение недели будут проводиться вебинары о правилах кибергигиены. Эксперты расскажут о трендах мошеннических схем. Также можно будет узнать о том, как защитить от финансового мошенничества старшее поколение. Прямые эфиры будут проходить на YouTube-канале «Финансовый навигатор». Также будет доступна запись вебинаров. Около 2000 жителей Малокарачаевского района присоединились к республиканской акции «Генеральная уборка». Мероприятия прошли во всех населенных пунктах муниципального образования. На уборку вышли сотрудники администрации, трудовые коллективы и жители сельских поселений, которые собрали порядка 10 тонн мусора. Завершающее мероприятие акции «Генеральная уборка» пройдет в середине ноября в Прикубанском районе. Ну и последняя информация. С 4 по 6 ноября в Архизе пройдет осенний музыкальный фестиваль от проекта «Фэнк Битц». Участников фестиваля ждет осенняя перезагрузка в одном из красивейших курортов страны. Идеальная локация с природными ландшафтами и горным озером, атмосфера гармонии и внутреннего спокойствия. И, конечно же, фирменные вечеринки. Помимо этого, гости смогут совершить экскурсию на водопады и озера, термальные источники и горные бани и прочувствовать атмосферу осеннего волшебства. Таковы наиболее заметные события республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства – телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали смс из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!